Зимние походы — это не только красивый снежный лес, но и настоящее испытание на прочность. Как не напялить на себя всю одежду из гардероба, не замерзнуть и при этом чувствовать себя комфортно при низких температурах. Давайте разберемся вместе. Всем привет! Меня зовут Александр Алексеев, я инструктор по горному туризму и большой фанат зимних походов. В зимних походах обязательно надо придерживаться многослойности в одежде, потому что многослойность помогает контролировать температуру тела и регулировать влагу, предотвращая перегрев и переохлаждение. Кстати, на канале Сплава уже был ролик про слои в одежде, но давайте быстро пробежимся по основам. Первый слой — базовое термобелье. Оно контролирует теплообмен, отводит излишки влаги и сохраняет ваше тепло. Должно плотно прилегать к вашему телу. Термобелье производится из синтетических и натуральных тканей. Первое лучше отводит влагу при активной части похода, второе лучше греет, пригодятся для лагеря и сна. В зимние походы я рекомендую выбрать оба варианта. Кстати, при выборе термобелья для сна помните, что компрессионное термобелье не подходит для такой цели, так как наше тело должно расслабляться и отдыхать, а с компрессионным термобельем такого не получится. Второй слой — утепляющий. Удерживает тепло, не давая мерзнуть. Этот слой должен дышать и не мешать работе термобелья, продолжая отводить влагу. Сверху это может быть флиска, пуховый свитер, куртка с синтетическим или пуховым утеплителем. Так и комбинация этих вещей. Мне больше нравятся легкие куртки с синтетическим утеплителем. Они, конечно, проигрывают пуховом весе, зато греют даже когда намокнут, при этом отлично дышат. На низ подойдут брюки из софтшелла или из любого другого синтетического материала, который быстро сохнет. Третий слой — защитный. Его надевают, когда погода дарит сюрпризы в виде сильного ветра и осадков. Так же, как и первый и второй слой, он должен выводить влагу наружу. Обычно для этого использовать мембранные куртки и брюки. Не забываем про голову и руки. В холодную погоду через них теряется много тепла, поэтому надеваем баф, шапку или балаклаву. Можно все вместе, регулируйте по вашим ощущениям. На руки натягиваем перчатки. Кстати, так же, как и на тело, на руки можно надевать много слоев. Например, сначала надеваем тонкие перчатки. Если становится холодно, то сверху флисовые. Если этого недостаточно, тогда в ход идет тяжелая артиллерия — верхонки. Они же очень теплые варежки. Переходим к ходовой обуви. Для небольшого минуса подойдут всесезонные трекинговые ботинки без утепления. При большом морозе обязательно с утеплителем. К ним можно добавить гамаши, чтобы не попадал снег внутрь ботинка, и вы не промокали. Естественно, все в сочетании с трекинговыми носками. Здесь нам понадобятся теплые синтетические носки. Обувь берите с запасом, чтобы можно было поддеть дополнительную пару носков. При этом стопа не должна быть плотно зажатой, иначе может ухудшиться кровообращение и возникнуть риск обморожения. Во время движения мы вырабатываем достаточно тепла, чтобы не мерзнуть, чего не скажешь по привалу и лагере. На привалах и в лагере для дополнительного согрева берем с собой пуховку. Ее можно надеть как на первые два слоя, так и на все, что есть. При выборе пуховки примеряйте ее на все слои, чтобы не было дискомфорта в движении. Следующие на очереди — ноги. Для ног придумали пуховые штаны. Выбирайте штаны самосбросы, чтобы их можно было снять, надеть, не снимая обуви. Теперь мы дошли до наших стоп, которые целый день нас вместе с рюкзаком таскали по всему лесу, пробивая снежные тропы. Пора позаботиться и о них. Помогают нам в этом сапоги Эва с теплым вкладышем. Они мало весят, доступные и отлично согревают. Ходить в поход в таких сапогах не рекомендую, так как они не дышат и при активной ходьбе ноги все время будут мокрые. Если вы все надели и продолжаете мерзнуть, на помощь могут прийти химические грелки. Однако помните, что они работают ограниченное количество времени и надеяться только на них может быть очень непрометчиво. Если все еще никак не можете согреться, обязательно покушайте, выпейте чая, поприседайте и попрыгайте. Если и это не помогает, берем лопату и занимаемся строительством пещер и снежных стен. Или можно попилить дрова, если их найдете. Помните, в походе мерзнут только ленивые. Зимние походы – это вызов, который все-таки стоит принять, если есть желание, а для этого нужно тщательно подготовиться. Возможно, первый блин выйдет комом и не сразу получится кайфануть, но все приходит с опытом, поэтому пробуйте и экспериментируйте. Подписывайтесь на канал Сплав, ставьте лайки, делитесь в комментариях вашим опытом в зимних походах. До новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»